Приветствую вас, Татьяна, давайте разберем наш вопрос. В последнее время я понимаю, что мне хватает средний зарплат. Нужно где-то в три раза больше, как минимум. Но как перестать мыслить, как многие, и выйти на другой уровень? Можно ли этого добиться работой над собой? Разно ли там мотивирующие тренинги или это нереально? Ну, смотри, мотивирующие тренинги я обсуждать не буду, потому что это немножко не психология, да, но проблема в том, что занимается, точнее не психотерапия, но проблема в том, что занимаются этим часто достаточно коллеги, вот, хоть и психотерапевтам, вот, поэтому мне бы не хотелось, честно говоря, обсуждать именно мотивирующие тренинги. Потому что, как бы, ну, бывают хорошие тренинги, действительно хорошие тренинги, бывают тренинги не очень, не очень хорошие, бывает мошенничество, к сожалению. И, как бы, кто-то идет рискует, кто-то не идет и не рискует. Мне кажется, что тут сам каждый для себя решает, хочет он заниматься тренингами или нет. Естественно, если некоторые тренинги полезны и нужны, необходимы, но какие тренинги необходимы и нужны, это большой вопрос. В первую очередь, необходимо сформулировать цель вашу. Уверены ли вы, что речь идет о деньгах? Не может ли быть такого, что говорим мы о чем-то еще, что говорим мы о реализации, о потребностях быть не хуже других, вот о чем-то таком. Потому что тот факт, что вы говорите о нехватке денег, что вам нужно денег в три раза больше, говорит о том, что вы живете непосредством. А если вы живете непосредством, то у вас есть проблемы с личными границами. Да? То есть, условно говоря, я, как бы, ну, не отделяю, да, вот этот барьер, когда уже все, когда можно, а когда нельзя. И можно нельзя не потому, что там кто-то сказал, а потому, что мне это вредно. Например, ну просто, это навредит мне и навредит близким людям. Вот. То есть, условно говоря, жить непосредством, ну, значит жить в долг. Жить в долг, значит, ну, в какой-то степени отрываться от реальности. И мне кажется, что в первую очередь вам необходимо научиться жить посредством, при этом не чувствуя себя неполноценным, не чувствуя себя какой-то, какой-то ущемленный, какой-то неправильный и так далее. То есть, принять, что на данный момент пока что я здесь и я здесь, потому что я этого хочу. Если я этого не хочу, если я не хочу находиться там, где я нахожусь, то вот мне кажется, вопрос, как я здесь оказал. Условно говоря, если я работаю бухгалтером, ну вот, к примеру, я не знаю, кем вы работаете, просто к примеру. Если я работаю бухгалтером, и, условно говоря, работаю уже в бухучете, скажем, ну, пусть будет 6 лет. Работаю 6 лет. И я загоняюсь из-за того, что у меня нет карьерного роста, что я мало получаю, что у меня уже есть дети, у меня уже есть супруг или супруга, вот. И меня это парит. Давайте спросим себя, а хочу ли я быть вот там, где я нахожусь? Изначально, изначально, хотел ли человек, личность быть там, где она, личность или он, человек, находится? Если нет, то и результата не будет, то и роста не будет, и развития не будет, потому что это место не ваше. Потому что вы уже прикладываете много сил для того, чтобы просто находиться, просто удержаться на этом месте. И самое главное, что вы делаете это не по собственной мотивации. Собственной мотивации у вас нет. Есть мотивация кого-то другого, но не вас, не ваша мотивация. И это тоже создаёт определённые, если не сказать больше, трудности. Поэтому с этого нужно начинать. Получиться что-то адекватное может только там, где есть живой интерес. И самое важное, что живой интерес появляется при наличии энергии. А энергия появляется при отсутствии внутренней борьбы с собой. А борьба с собой происходит, когда человек, как раз таки, как и вы, не нарушает своих личных границ. В данном случае живёт по средствам. То есть не выбивается, не происходит перекос. Когда человек, условно говоря, во всём себя отделяет. Как вот это делают некоторые, ну скажем, миллионеры или миллиардеры, которые сами ведут такой эксцентричный образ жизни в плане того, что на всём экономят. Да? Вот. Ага. Это тоже перебор. Но перебором является и позволяет себе вообще всё, когда откровенно на это не хватает денег. Это тоже перебор. Вот важно найти эту золотую середину. Да? Которая может меняться, может смещаться в ту или иную сторону. Но она есть и она гибкая. Это две её основные характеристики. У вас этих характеристик нет. Отсюда внутренняя борьба и отсюда отсутствие возможности проявить интерес к тому, что вы делаете. Понятно, что у вас отсутствие интереса могут быть и другие причины. Но за незнанием их, за незнанием вашей истории, пока что я говорю вот так. Это такой момент. Следующее. Как перестать думать, как другие? Вы здесь вступаете в конфронтацию, в противостояние, в конфликт с людьми. Честно говоря, не самая лучшая позиция. Потому что конфликт с другими – это другая сторона одной и той же медали. Условно говоря, есть рай, есть ад. Но по факту, суть у них одна. В раю, по так сказать мифологии, сплошное наслаждение, вот, спокойствие и гармония. В аду – боль. И, соответственно, метание души. Но за счёт абсолидизации первого и второго, эти места очень похожи. Просто у них полюса разные. А теперь подумайте. Что если кто-то не хочет получать удовольствие? Что если кто-то получает удовольствие страдая и страдает получая удовольствие? Такому человеку попасть, например, в рай, мягко говоря, будет означать «попасть в ад». А «попасть в ад» значит «попасть в рай». Так не является ли рай и ад в таком случае просто срезом восприятия того или иного существа, того или иного человека? Вот, и в таком случае не есть ли это что-то единое, если предположить, что это и есть. Понимаете? Поэтому здесь, говоря о том, что вы хотите мыслить как другие, вы движетесь не в сторону отличия, а в сторону даже не оппозиции, да, а скорее такого революционера. В самом, наверное, ну, в самом непродуктивном смысле этого слова, да, в сторону революционера, который, вот ему не нравится диктаторский режим, к примеру, революционеру. И он поднимает революцию, чтобы диктаторский режим свергнуть. И свергнув его, он сам становится диктатором, объясняя это тем, что если он перестанет им быть, то диктаторский режим снова займёт своё место. Но по сути-то ничего не меняется, что диктатор был до этого и что диктатор стал после этого, разницы, собственно говоря, никакой, никакой. Особо совсем. Но, как бы, диктатор существует. И революционер считает, что он свою миссию как бы выполнил и выполняет. Ну, счастливый человек. Тот самый и вы. Здесь дело не в том, чтобы мыслить как другие. Здесь дело в том, чтобы слушать себя. Здесь дело не в том, чтобы отвергать любую мысль, которую думают другие. А все дело в том, чтобы фильтровать эту мысль, пропускать через систему своих ценностей, чтобы изучать себя, изучать свои чувства, изучать свои реакции, выращать их, воплощать их, как бы не воевать с собой, освобождая тем самым энергию. А вы говорите про мотивационные тренинги, которые, опять же, как и в случае с революционером, в самом худшем своем варианте, в самом непродуктивном своем варианте представляют из себя форму внушения мотивации. То есть, когда человеку внушают, что ты этого хочешь, тебе это нужно, и давай делай. Спасать. И всё. Ну, это может зарядить, действительно. Ну так. Некоторая проблема в том, что военный ансамбль был придуман для ввода солдат в состояние гипноза, чтобы они более легко шли на смерть. Можно сказать, что у них есть мотивация, появлялась мотивация, больше, идти на смерть. Можно сказать, что у них появлялся больший патриотизм из-за такого гипноза. Но были ли они настоящие? Лучший вопрос. А что произошло бы с ними, если бы музыка прекратилась, или если бы прошло больше времени? Они бы из этого состояния вышли. И что бы случилось тогда? То есть, понимаете, важно при работе с мотивацией не уходить в изменения сознания. Не заниматься внушением, самовнушением и так далее. А наоборот, только в естественности, только в моментности жизни, в моментности реальности, в моментности осознания можно находить ту самую мотивацию, которая является вашей, которая постоянно, которая никуда не девается, там, в зависимости от музыки, которую вы слушаете, место, где вы находитесь, занятия, которыми вы занимаетесь, людей, с которыми вы встречаетесь и так далее. Это очень важно. В противном случае можно говорить о зависимости. То есть, я зависим от этого состояния, условно гипнотического. И ничего хорошего в этом нет. Тут уж далеко и до наркомании, алкоголизма и прочего. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Очень надеюсь, что обратная связь, которая будет сформулирована в ответ на мой комментарий и комментарии моих коллег, послушайте с началом для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...